Донбасс И также сегодня вечером в своей сводке Коношенков, пресс-секретарь Министерства обороны Российской Федерации сообщил о том, что войска на Запорожском направлении, а именно восточнее Гулейполе, где мы с вами предполагали главный удар, также пошли в наступление, прошли примерно 8 километров и вышли на стратегически важный перекресток. Вернее, они его еще не взяли, но тем не менее вышли к населенному пункту Великая Новоселовка. То есть удар будет идти западнее Куракова в обход Куракова на Покровск. Второй удар, либо даже самый главный, первый, будет идти со стороны Изюма. И сегодня тоже вечером мне пришло сообщение, житель, местный житель населенного пункта Долгенькая, которая расположена на, примерно на границе Харьковской и Донецкой областей, рассказал, что у нас, говорит, несколько дней было просто чудовищное все. Говорит, я три дня просидел в подвале, вышел и не узнал села. Огромное разрушение, по сути, села нет. То есть данный населенный пункт, как мы и говорили раньше, он под контролем российской армии, и они пошли дальше. Здесь пока вот сегодня все-таки есть какая-то оперативная пауза, идет перегруппировка войск. Но с учетом того, что мы видим активизировать, резко активизировать российские войска по двум центральным точкам этих ударов, то третий удар со стороны Изюма, он будет нанесен максимум через день-два. То есть российские войска и на Запорожском направлении, и на Горловском переходят в решительное наступление. Ну и осталось дело за Изюмским направлением. То есть генеральное сражение за Донбасс уже начато. И здесь очень интересно, какова будет реакция украинской стороны. По сути, они уже признали, что Донбасская группировка выводиться не будет, и она обрежена на окружение. Но по тем данным, которые приходят сегодня из Киева, все идет не просто к окружению Донбассской группировки ВСО. Дело идет к грандиозному генеральному сражению здесь, в том числе и в восточной части Днепропетровской и Запорожских областей. Украинские вооруженные силы подтянули к этому участку довольно значительные силы, примерно до 40 тысяч человек, причем перебросили сюда еще вполне боеспособные механизированные подразделения. И с учетом того, что в котле, предполагаемом котле сейчас сосредоточено еще до 40 тысяч человек, то примерно половина всей вооруженной силы Украины, не считая войск терробороны, то есть мы их берем за сколько, то есть половина примерно вооруженных сил Украины, планирует принять участие в этом грандиозном сражении. И не менее значимые силы будут принимать участие в этом сражении со стороны Российской Федерации, а также народных милиций Луганской и Донецкой Народных Республик. И это сражение, которое будет очевидно долгим и кровопролитным, решит исход войны. По итогу, ну а я думаю, что по итогу российские войска одержат победу, с учетом того, что у них подавляющая превосходство авиации, и бои будут идти на открытой относительно местности, то по итогу у украинских вооруженных сил, механизированных подразделений, которые смогут вести маневровую войну, останется очень и очень мало. Правда, это случится в том случае, если действительно войска из Запорожья и Днепропетровска будут двинуты на деблокаду окруженного Восточного фронта. Но об этом мы будем говорить уже по ходу развития событий. Вот так сейчас выглядит ситуация на вечер 30 марта на Восточном и самом главном фронте войны на Украине. На этом пока все и до завтра.